В работе сессии приняли участие представители краевой администрации, депутаты законодательного собрания Краснодарского края и Совета муниципального образования город-курорт Анапа, почетные граждане, представители предприятий и организаций и общественности, жители курорта. Позитивно настроил динамичный фильм с говорящим названием «Все цели достижимы». Это фраза, девиз работы руководителя города-курорта и всей его команды. Конечно, я хотел бы видеть более значимые и скорые результаты. И все же могу с уверенностью сказать, что сделан большой посыл к тем переменам, которые необходимы нашему городу, который должен быть курортом с репутацией современного и прогрессивно динамично развивающегося. В развернутом докладе Мэр остановился на основных достижениях 2013 года. Доходы местного бюджета составили 3 млрд 811 млн 100 тысяч рублей. При этом в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило на 554 млн больше, чем в 2012 году. В рейтинге муниципальных образований края Анапа по итогам года поднялась с 24-го места на 14-е. Красноречивые цифры во всех отраслях жизни города. В течение 2013 года в Анапе отдохнуло 4 млн 105 тысяч человек, из них 200 тысяч – дети. Введены в эксплуатацию 10 новых объектов торговли, высажено 104 гектара молодых виноградников и собрано 16,5 тысяч тонн винограда. Это лучший показатель в отрасли за последние пять лет. Среди главных событий года можно назвать принятие генерального плана развития города-курорта Анапа и открытие стелы «Город воинской славы». 370 земельных участков под строительство было выдано многодетным семьям. На текущее содержание капитальный ремонт дорог было направлено 136,5 млн рублей. Значительный объем работ проведен в сфере благоустройства. Высажено более 26 тысяч цветов, 724 саженца деревьев, 69 кустарников. Начато строительство фонтанового комплекса на улице Горького, который станет одним из главных украшений Анапы в сезоне 2014. Впервые за несколько десятков лет предприятие «Кубанэнерго» провело масштабную реконструкцию основных трансформаторных подстанций, направив на эти цели 1,122 млрд рублей. Основные статьи расходов – это образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, социальная политика, расходы на которые из года в год растут. В 2013 году удельный вес расходов социального блока составил 70,7%. Кардинальные перемены произошли в дошкольном образовании. Впервые за 20 лет в Анапе стали строить новые детские сады. Благодаря капремонту и реконструкции удалось увеличить количество детских мест на 900. Но и это не предел. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство детсадов по улице Ленина, 191А и 203. На улице Ленина, 191 в Анапе выделена земля под строительство школы на 455 мест. В станице Анапской скоро построят подземный пешеходный переход, а на Симферопольском шоссе – Ледовый дворец. Отдельно хочу поблагодарить еще раз губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева. Хочу поблагодарить за совместную работу депутатов законодательного собрания нашей территории и депутатов Совета муниципального образования город-курорта НАТО. В продолжение сессии выступил директор департамента внутренней политики Краснодарского края Владимир Свеженец. Молниеносно пролетел год работы новой команды Сергея Павловича. И я думаю, что теперь вот такой формат встреч, он не то, что он стал регулярно, он стал наиболее тесно выстроен, потому что очень много дел, много сделано за столь короткий период и еще столько же много предстоит сделать. Успехов во всех ваших делах созидательных и всей команде, которая сегодня работает на созидание, больших-больших успехов. Депутаты Совета высказали свои мнения о совместной результативной работе с администрацией. Елена Некрасова остановилась на теме взаимодействия с АТОСами, Сергею Дорохов на поддержке предпринимательства, Сергей Загвоздин на успехе курортного сезона. Подытожил выступление председатель Совета Леонид Кочетов. Очень хорошо, что бюджет города-курорта Анапа был социально ориентированный. И все показатели, которые были намечены, они, как правило, все перевыполнены. И в этом заслуга, конечно же, прежде всего главы города-курорта Анапа и всей администрации совместно с городским советом работали. Завершилась сессия на торжественной ноте. Директор Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Владимир Свеженец вручил награды участникам мероприятий по подготовке и проведению 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Медалью за выдающийся вклад в развитие Кубани второй степени награжден глава города Сергей Сергеев и его заместитель Алексей Харитонов. За высокие достижения в труде, заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в подготовку и проведение 22-х Олимпийских игр в Сочи почетной грамотой администрации Краснодарского края были награждены первый заместитель главы Светланы Ировая, заместитель Юрий Поляков, газоэлектросварщик участка канализации ОАО «Анапа-Водоканал» Андрей Аралов, рабочие предприятия «Зеленстрой» Дмитрий Киселев, маляры Наталья Корниенко и Валентина Мерзлякова, а также водитель третьего класса ОАО «Теплоэнерго» Евгений Толстых. ОАО «Теплоэнерго»